А это правда, что в английском языке 12 времён? Да каких 12? Их там 24 или 36? Они уже сами позапутались. Но что вы сочиняете? В английском языке, как и во всех других языках, всего три времени. Настоящее, прошедшее и будущее. А всё остальное – это способы выражения своих мыслей. Учитывая будущее в прошедшем, а также активные и пассивные залоги, да, можно насобирать 24 времени. Услышав это, многие теряют мотивацию к изучению английского языка. Я предлагаю не слушать этих людей, а начать изучение с трёх времён – настоящего, прошедшего и будущего. Допустим, В чём же сложности? Если вы не хотите заморачиваться, остальные времена можете не изучать. Я вам говорю на полном серьёзе. Если вы не сдаёте какие-то экзамены, если вы не учитесь в школе, в старших классах, и вам не предстоят какие-то экзамены, сейчас я объясню подробнее. Бывают моменты, когда нам нужно добавить акцент на какое-то действие, акцентировать внимание на чём-то. Допустим, нам кто-то звонит, а мы заняты. Мы в процессе чего-то, и мы не можем ответить на звонок. В русском языке мы могли бы использовать причастие, но это будет выглядеть нелепо. Допустим, нам звонят, а я отвечаю. Я сейчас кушающий. Я сейчас бегающий. Я сейчас идущий в школу или на работу. Я сейчас готовящий. Я сейчас смотрящий фильм. Я сейчас поющий. Я сейчас играющий в футбол. Вот прямо в эту данную секунду я не могу с тобой общаться либо что-то делать ещё, потому что я вот именно прямо в эту секунду занят. Вот такие времена в английском языке называются continuous. Вам задают вопрос. What are you doing? То есть человеку интересно. Вот любопытно он такой. Что ты делаешь прямо вот сейчас, сию минуту, в данный момент? И я отвечаю. I'm cooking now. Можно не говорить now, но это подразумевает то, что мы делаем что-то вот прямо сейчас, в эту секунду. I'm cooking now. Не звони мне сейчас. Или I'm running now. Я бегающий. I am running now. Я бегу, не могу сейчас общаться с тобой. В прошедшем времени нам звонит кто-то и говорит. Слушай, я тебе звонил вот недавно. Почему ты не взял трубку? Я отвечаю. Потому что я готовила. Я была готовящей. По-английски это звучит так. То есть прямо в ту секунду, когда нам звонили, я готовила. И так я выражаю свою мысль, что я готовила в этот момент. I was cooking. Future continuous. В будущем. Не звони мне сегодня в шесть вечера, потому что я буду готовить. Don't call me at 6 p.m. because I will be cooking. Если мы не уточняем время, можно просто сказать. I will cook today. In the evening. I will cook in the evening. I will cook today. То есть мы не уточняем время и не просим нам не звонить. Просто факт. I will cook today. И так еще раз. Present simple. I cook. Future simple. I will cook. Past simple. I cooked. Если мы время не указываем, вот прямо в настоящее что-то мы делали в это время, то можно использовать только вот эти времена simple. Например, вас кто-то зовет в кино. Let's go to the cinema in the evening. Вы отвечаете. No, I will cook. То есть мы не указываем именно в этот момент. I will cook. It's very simple. Simple tense. Perfect tense. Действие уже завершено к этому моменту. Когда в русском языке оно нам пригождалось? Ну, может быть, кто-то вспомнит такие случаи. Процесс уже завершен, но мы зачем-то о нем вспоминаем. Зачем? Видимо, он нам важен. Нам важен результат. Нам важно сказать о том, что мы это делали, но уже это сделано. То есть уже не нужно это делать. Это способ выражения. Называются времена, но на самом деле это способ выражения своих мыслей. Допустим, я пришла домой. Я хотела помочь маме что-то приготовить, но она уже это приготовила. Вот, пожалуйста, нам результат. I came home, but my mother already had cooked something. Chicken or potato or salad or something else. Уже она приготовила. И она не спросила меня об этом. Вот результат. Пожалуйста. Mom, can I help you? No, I have already cooked. Мы делаем акцент на том, что действие завершилось. Если этот акцент нам не нужен, опять же, просто говорим. Мама готовила сегодня что-то. My mother cooked something. Perfect future. Будущее совершенное. Ну, то есть совершенное. То есть в будущем. Когда я сегодня или завтра приду домой с работы, еда уже будет приготовлена. Мама уже приготовит что-то. Поесть мне. I will come home at 5 p.m. And my mother will have cooked something to eat. То есть результат. Я хотела что-то приготовить, но уже ладно, мама приготовила. То есть приготовит в будущем. Причем переводится это не готовила, а приготовила. И в будущем приготовит. Не будет готовить, а приготовит. Уже сделано это все. Приготовлено. И наконец настоящее. Present perfect. Допустим, каждый день я прихожу домой, и каждый день я что-то хочу себе приготовить. Но уже куча еды, потому что мама приготовила это. Не вчера, не когда-то. А вот сегодня я прихожу домой, или каждый день я прихожу домой. I come home. Это настоящее. I come home and my mother have already cooked something to eat. Еще немного примеров. I had watered my flowers. Я уже полил цветы. Но не сегодня, а когда, до какого-то момента. I have watered my flowers. Я полил цветы уже. Вот к сейчас, к данному моменту. На настоящий момент цветы политы. Их поливать не нужно больше. Или I will have watered my flowers. То есть цветы будут политы к какому-то моменту. Опять же пример. Мне звонят, а я в этот момент поливаю цветы. Руки грязные, руки в воде. Я говорю, hello, I can't talk now, because I am watering my flowers. Это continues. Потому что в данный момент мы что-то делаем. Поливаем цветы. I am watering my flowers. Прошла минута, мы цветы полили. Заходит мама с лейкой. Мы говорим, I have already watered my flowers. Уже я полил цветы, уже не нужно. Действие завершено. Если не хотите заморачиваться, просто говорите. I water my flowers. Потому что у меня они есть, в принципе, я их поливаю. I will water my flowers. Я буду поливать цветы, потому что они у меня есть. Как бы надо их поливать. Я буду, окей. И I watered my flowers. Я поливал мои цветы. Они были у меня, и я их поливал. Самая нелепая часть английского языка – perfect continuous. Учителя, наверное, меня прибили бы, но я не готовлю вас к экзамену. В разговорной речи вам это не пригодится никогда. Допустим, вспомним, когда в русском языке последний раз вы употребляли такое выражение, такую конструкцию, как «Я уже бегаю пять часов и никак не добежал». Или «Я уже смотрю телевизор неделю и никак не могу остановиться». То есть, вот этот временной интервал, и вы указываете именно, сколько вы что-то делаете. Да, возможно, раз в году вы так говорите. Но не каждый день, и эта конструкция вам не нужна, скорее всего, если вы не готовитесь к экзамену. Итак, past perfect continuous. То есть, в прошедшем времени мы что-то делали длительное время. «Я уже изучал английский пять лет и вдруг понял, что хочу изучать немецкий». Дословный перевод. «Я уже изучала английский пять лет, когда решила изучать немецкий». «Мы обсуждали этот вопрос часами и не нашли никакого решения, тоже в прошлом». «We will have been discussing this question for hours». Потому что вопрос сложный, и мы будем его обсуждать на протяжении многих часов. «Настоящее». «Present perfect continues». «We have been discussing this question for hours». На данный момент мы уже этот вопрос обсуждаем много часов, но до сих пор мы не закончили обсуждать его. И вот подумайте, если вы никогда не хотите выражать свои мысли так, то вообще-то время забудьте. Подведем итоги. «We discuss one question». «Мы обсуждаем один вопрос». Вообще не важно когда, во сколько, сколько по времени мы его обсуждаем. Просто мы его обсуждаем. «We discuss one question». «We are discussing one question». «Мы обсуждаем сейчас на данный вопрос». Мы в процессе. Вот вы нам звоните или стучите в дверь, а мы обсуждаем вопрос. «We are discussing one question». «We have discussed one question». «Мы уже обсудили вопрос». «Всё». «Казалось бы, действие в прошлом». «Но нет, мы говорим сейчас». «На данный момент он уже обсуждён». «И we have been discussing this question for hours». «Мы обсуждаем этот вопрос и пока ничего не решили». Поймите для себя, что эти нюансы, они вроде бы как и нужны, но не всегда. И на данный момент, когда вы только начинаете изучать английский язык, остановитесь только на времени simple. Остальное всё придёт к вам со временем. «All in a good time», как говорят англичане.